Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Мига Фифа. И сегодня, господа, новая серия карьеры за наших шейховатых ньюкасловцев. Если, конечно, можно так выразиться. Хреново звучит, но я, как обычно, в своём репертуаре. В общем, у нас сегодня новая серия. Нам уже пишут про то, что Деликт становится новым талантом. Но у нас сегодня... Посмотрим, что за матчи. Кубок с Чарльтоном. Это будет уже 100%. Потому что кубок я всегда буду играть. Дальше. Игра с Челси. Прикиньте, вот столько симулировать. Игра с Арсеналом уже на старте трансферного окна. Весело. Ну, я сказал, что быстро мы будем всё это делать. Конечно, в нашем положении, когда мы пока идём на 12-м месте с 7 очками, логичнее играть матчей побольше. Да, но я хочу просто максимально быстро и максимально полотворно провести эту карьеру. Поэтому мы отправляемся на матч с Чарльтоном. Вот такой сейчас отправляется на кубковую битву с Чарльтоном. Ну, а вы пока присаживайтесь поудобнее. Наливайте себе чаёк, кофеёк. В данном случае кофеёк очень подходит, потому что я проснулся час назад. Берите печеньки, вкусняшки, что там, вафельки, чипсики. Всё, что хотите. Ну, а мы стартуем. Если уж нам не удастся потягаться за топ-6 в АПЛ, то у нас шансы ведь и себе это выиграть Кубок Англии. И вот первая проверочка против Чарльтона Атлетик. Не самый сильный клуб далеко. Команда, если я не ошибаюсь, из Лиги 1 английской, что по себе означает третий по силе дивизион Англии. Третья минута штраф с роль Чарльтона Тейлору мяча. Он будет сам бить. Удар поворотом. Рикошет. Дубравка спасает. Джоэл Литон. А вот это может быть очень хорошо. А Джоэл Литон катит направо. Сент Максимин. Обратный прострел в центр. Холланд. Удар. Гоу. Эрлинг Холланд прерывает свою, ну сколько, минимум трёхматчевую. Засушливую серию. Потому что, если вы помните, в прошлой серии мы сыграли с топ-клубами. И ни одного мяча во всех трёх матчах не забили. А сейчас, наконец-то, нас прорвало. Хотя бы на таком сопернике, как Чарльтон Атлетик. Но уже хорошо, что наша атака всё-таки работает. Потому что после предыдущей серии я в этом засомневался, что наша атака работает. 0-1. Мы выходим вперёд на 14-й минуте. Гол Эрлинга Холланда с передачи Сент Максимина. Навес. Холланд ещё удар спасает кипер. Отскок к Родриго. Ещё навес. Рикошет и мяч у защитника в ногах. Сжать по левому флагу. Но он очень уверенно убегает. Слушай, подача Джоэй Линтон. И 2-0. И 2-0. Нью-Кассов обыгрывает Чарльтон Атлетик в 25-й минуте. И оба наших нападающих забивают по одному мячу. Причём Холланд сегодня голу уже записывает и голевую. За 1. 0-2. Ну кто-то скажет, что я могу так особо не радоваться. Потому что это всего лишь Чарльтон. Да, это всего лишь команда из низших дивизионов Англии. Но всё равно приятно, когда наша команда забивает. Не то, что когда самоутверждают всё это. А просто потому что... Ну... После вот этих засушливых матчей очень приятно, что команда забивает. 0-2. И отскок неприятный. Удар поворотом. Мяч пролетает рядом с девяткой. Удар поворотом. Добраться. Дубравка спокойно забирает мяч в руки. Ему не мешает даже дождливая погода. И заканчивается первый тайм. Чарльтон Атлетик дома горит. Мьюкасл 0-2 в рамках Кубка Англии. Ветро Вильямс. Хаммис Родригес. Ему под левую родную. Удар хороший. И рикошет от голкипера Чарльтона, который потащил этот мяч. Едва не залетел в ворота. Только просто в противоположный угол. Хаммис здорово здесь приложился. С его любимой левой. Здесь удар по центру. Но мяч в воздухе вилял. Прям на кол такой полетел. Хороший. Ямусу было тяжело на такой удар среагировать. Вильямс. Какой пас. Вот это уже может быть очень опасно. Удар по воротам. Спасает свою команду Дубравка. И Хаммис Родригес. С его очередь бежать под кат грубый. Но Хаммис остается с мячом. Продолжается атака Ньюкасла. Холланд здорово. Правда, Джейлинг немножко пасик не понял. Навес. Эрлинг Холланд. Удар головой. Это очень слабо. Хотя вот такой вот черпачок едва не залетел за шкирку Амосу. Амосу. Тейлор. Удар по воротам. Мое почтение, господин Дубравка. Угловой Чарльтона пошла подача на ближний вынос. И здесь Сент-Максимин на правах самого быстрого должен улетать в контратаку. Ага. Ага. А все. До свидания. Холланд. Сент-Максимин. Ставь точку, Сент-Максимин. А то что-то Чарльтон слишком много себе позволяют. Но почему же Сент-Максимин не забил сейчас третий, а? Был вариант, что он обратно может, в принципе, Холланд отдать. Но больно, что Сент-Максимин здесь слишком шикарная позиция. Пирс. Удар по воротам. Хорош. Дубравка. И куда Ятро Вильямс убежал с этим мячом? Подача. Удар. Это бил Муто. Но мимо ворот. Хорош. Муто. Лучший. Муто. А теперь точный пас. Эрлинг. 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 Холланд. 0-3. Дубль Эрлинга-Холланда. И Муто, вышедший на замену, оформляет голевую передачу на свой счет. 0-3. Убирает Холланду под хет-трик. И Холланд. Эрлинг. Эрлинг. Наконец-то. Наконец-то. Ну и 4. Ну конечно, с Холландом после второго гола они ушли в суператаку. И поэтому вот эти контратаки на их ворота, это просто вот кошмар обороны. С Холландом просто на них проходной двор. 0-4. Называется, пока время есть, можем делать все, что хотим. Передача. Удар поворотом. И Альмирон не забивает. Правда, голкипер здесь на высоте, конечно. Расстрел в упор отражает. Еще один пасик в шрапную. Это мина. Тейлор. Тейлор. Штанга, гол. Чарльтон забивает все-таки свой гол престижа на 90 уже седьмой минуте. 1-4. Куда Тейлор побежал с мячом? Неужели он надеется отыграться? 1-4. Не, ну удар классный, конечно. От штанги в ворота. И финальный звездок погром Нью-Каслу совершает сегодня над Чарльтоном. Благодаря Хатерику Эрлинга Холланда и голу Джоэ Линтона. 2-4 проиграли Норвич. Ничего себе. Неужели Норвич что-то значит? И мы пока 14-е. В чемпионате идем не очень. Особенно после тех трех поражений. Я уверен, вы обратите внимание, что в последнее время Родриго показывает неплохие результаты. Думаю, если давать им играть, есть все шансы на его дальнейшее развитие. Конечно, как всегда, вы решаете, кого включить в состав. Слушайте, а я, по-вашему, что делаю каждый раз Родриго в стартовом составе, выпуская? Матч с СКМ, поражение 1-0. Что-то у нас команда пока как-то рассыпается. 16-е место в чемпионате лишь. Вроде состав классный, но непонятно, в чем проигрываем. У нас впереди битва с Челси на домашнем стадионе. Состав Челси вы видите. Без изменений вроде как. Ну вот только Матвиенко вижу. В запасе пол Лилора. Кто это вообще такой? Дмитрий Пайе тут есть. Поэтому все очень серьезно. Наш домашний стадион, на котором мы сегодня принимаем очередного гранда английской премьер-лиги. И на СЕРОС это лондонский Челси. С лондонскими командами у нас более-менее статистика пока хорошая. Учитывая, что мы всего с одной сыграли. Это с Тоттенхэмом, конечно же. И там мы выиграли 3-1, если помните. Надеемся сегодня повторить успех. Хотя это будет делать не так-то просто. Баркли. Подача. Вильян принимает мяч. Разворачивается. Не дать пробить. Удар по воротам, Дубравка. Наш Челси жмакать начинает с первых же секунд матча, с первых же минут. А с Пелекуэта на вес. Оливье Жиру в Роке-Дубравке. Ну вот надо Деликте сегодня Жиру держать руками, ногами и всем, чем только можно. Потому что сами знаете, каков Жиру на втором этаже. Канте. Передача. Вилья на удар мимо. Педро. Ой, как опасно. Нормально. Пока он тут крутился с мячом, Крафт уже позицию занять успел. И побежали. Джей Линтон. От Рюдигера. Ушел. Ушел. Лучший. Удар по воротам. Кепа спасается. Максимин еще на весе штрафной. Джей Линтон еще удар. И Кепа в руки. Это было здорово. Вильян. Передача на Педро. Удар по воротам. Дубравка. Не дать добить Жиру. Едро Вильям с лучшей. Джорджиньо на поступок штрафной. Вильян. Зашел в штрафную передачу. Маркус Алонс. Ему только под левую. Делик не дал ему даже с правой пробить. Хотя Марк Солнце намеревался это сделать. Джорджиньо крутит. Удар. Гол. 0-1. Челси выходит вперед на 29-й минуте. И забивает Джорджиньо с левой ноги. Я, конечно, не силен в знаниях рабочей ноги некоторых футболистов. Но у меня подозрение, что у Джорджиньо правая все-таки рабочая. Я, конечно, могу ошибаться. Но у меня такое предположение. И поэтому вот так пропускать от Джорджиньо. Не, ну удар получился здоровский. Обводящий в дальний угол. Но все равно обидно. Пропускаем опять. Не вытягиваемся. Ждем. 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 Прострел. Жиру принимает удар. И штанга нас спасает. Педро. Ой, Жиру. Провалилась оборона. Жиру. Не, ну... Если бы вот такое залетело, поэтому можно было бы смело назвать издевательством над нами. Передача. Жиру. Удар по воротам. Сколько ж можно? Сколько ж можно позволять бить Оливье Жиру? Несмотря на то, что это, по-моему, единственный футболист вообще. Именно нападающий, который на чемпионате мира ни одного удара в створ не нанес. Но здесь-то он может. Это Максимин. Здорово. Родриго. Удар с лета. Мяч попадает в кого-то из защитников. Родриго откатывает налево на Ятра Вильямса. Еще один навесик надежде на Эрлинга Холланда, который бьет головой, но слишком слабо. Первый тайм заканчивается. 0-1. Проигрываем Челси. И ко мне возвращается то самое чувство прошлой серии. Удар по воротам 0-2. Не, ну вот это мастерский гол. Федро тут ничего не скажешь. И мы сегодня пропускаем обводящими ударами. 51-я минута. И в отличие от первого тайма, когда Челси тоже с первых минут насели на наши ворота. Но правда гол кто-то не привел, а мы отбились здесь. Уже мы не смогли. Не, на удар у Федро получился мастерский. Может быть Дубравка не видел момент удара. А может быть просто Федро великий мастер. Вот так с линии штрафной. Уйдя от крафта. Из правой ноги в дальний угол. Нет, удар классный. Мастерюга Педро. И 0-2 мы горим. Передача Жоржиньо. Хорош Дубравка. Что я думал, все, приговор. Удар. Нормально Дубравка. Подача Марку Солонца. Жиру скидка. Да, Вильян принимает. Бить ему не дают. Отбили. Ну а теперь нам надо свою контратаку как-то развить. Сейчас Родриго. Не, ну здесь Канте. Хорош Родриго. Лучший. Холланд. Хороший пас. Джоэ Линтон. Твой шанс. Ай-яй-яй. Тепа спасает. Сент-Максимин на подворье. Еще навес. Мяч перелетает по штрафной. И вылетает подальше. На ногу Педро. Зря на МД Лиг пошел. Зря. Зря. В нормальном отбились. Нет, а там он просто сейчас пас придет идеально на Жиру. И все. И там 3-0. Тут уж точно без шанса. Потому что не верю, чтобы Жиру был настолько уж не точным. Хорошо прошел. Пасик. Холланд. Да ладно. Да ладно, Эрлинг. Да почему же. Время было, по-моему, даже принять еще этот мяч. И только вторым касанием уже укладывать его в ворота кепы. Почему же вот так не точно пробил Эрлинг Холланд. Ой, здорово. Ой, здорово. Сан-Максимин. И в центр на Холланда. А-а-а. Чуть-чуть. Ну все же близко так. Ну так близко и так далеко, поэтому 0-2 пока. Педро. Ну как он проходит? Ну как, еще один удар вдаль. Да ладно, Педро, что ж ты делаешь? Ну Педро хоронит нас своим дублем. Это 0-3. Не вывозим против топ-клубов. Тоттенхем, походу, была чистейшая случайность, что мы их обыграли. Не вывозим. 0-3. Дубравка. Однако, вот если бы не он, мы бы на 0-5 уже примерно горели. Да хватит! Да что же это такое-то? Педро, успокойся своей правой ногой. Успокойся, я тебя умоляю. То, что ты мастерюга, мы это поняли. Почему трижды это повторять надо? Объясни мне, а? Одного раза хватит. 0-4. Хэт-трик Педро абсолютно одинаковыми ударами с правой ноги на технику в дальний угол. Просто сразу их немножко точек. Это бред. Это просто бред. У нас, ну, классная команда. Почему сливаем-то так вот сильно? А, я понял. Это Челси нам так нестит за то, что мы их разнесли в карьере за МЮ. Точно. Все. Сошлись и ниточки. Повар. Повар пришел в атаку Перекладина. Было бы очень иронично, если бы сейчас наш гол Престижа забил Бенджамин Повар. Передача. Альмирон. Камис Родригес под левую. Удар хороший. И рядом со штангой. Ну вот уже сейчас было бы два. Прикиньте. Вот забей мы это. У нас еще много моментов до этого было. У нас команда нормальная. Я не скажу, что она плохая. Я не скажу, что она идеальна, потому что идеал там еще далеко. Но все равно, просто после того, как мы обыграли Тоттенхэм 0-3, в смысле 1-3, как-то вот видеть вот эти там 0-2, 0-3 от Ливерпуля, от Юнайтед и я сейчас 0-4 от Челси и свист от трибун слышать, это очень неприятно. И вот с такой командой мы можем вообще вылететь к хренам собачьему запаял, потому что мы на 18-м месте, а это зона вылетов. Ну нельзя так, понимаете? Нельзя. Нью-Кассел, вот даже вот то, что мы попытались ее немножко перестроить, это не та команда. Понимаете, это сейчас не та команда, чтобы вылетать она сильнее. Она как минимум должна оставаться в премьер-лиге. Сиди Бэ принял наши условия, и он присоединится к нам 1-го января. Это на замену Крафту, кое-что посильнее и, я думаю, что усилить нашу команду, я на это надеюсь. Матч с Брайтоном выиграли 0-2, наконец-то. И мы сразу взлетаем на 12-е место. Я надеюсь, вот это, это начало нашего победного пути, потому что нам сейчас победа была важна как воздух. Сказал бы я, но мы же выиграли с Чарльдом 1-4. А после этого последовали 3 поражения подряд. Причем очень-очень неприятных. В двух из них мы четверку пропустили, чтобы вы понимали. Матч с Аут Гентоном, победа 3-1. Спасибо большое, и мы поднимаемся на 11-е место. Неужели мы все-таки нашли эти победные рельсы и встаем сейчас на них, а? Я вот прям даже уже в это не верю. Матч с Волюрхэмптоном проиграли 2-0. Мне кажется, вот в пейсе именно симуляция матчей, она очень сильно бьет. По результатам, по турнирной таблице и так далее. Мне кажется, в FIFA и то удачнее как-то симуляция, если играешь. Там больше побед. Мне кажется, тут прям душит тебя симуляция в пейсе. Хоть у нас не трансфер на окно, но я успел еще усилиться. У нас еще Натан Аки присоединяется к нашему клубу, но он вместе с Жибрилем Сидибэс сделает это лишь 1-го января. 2-2 играем с Берли. И мы 13-й пока что. Да, я тут говорил топ-6, топ-6. Ага, хрен мне лысого, а не топ-6. Криштиану золотой мяч. Что-то новенькое. Я думал, опять Месси будет. Но нет, Криштиану. 2-0 проиграли Лестеру. Но это... Лестер серьезный соперник, даже не смотря на то, что они идут один в Куме. Поэтому... Нет, я не скажу, что нормально, что проиграли. Нет, это вообще ни хрена не нормально. Какого черта мы идем 14-ми? Вот, правильно пишут, что команда Newcastle разучилась побеждать. Да, я с этим согласен. Бормунт 2-2. И мы падаем на 15-е место. 3-0 проиграли Crystal Palace. И мы остаемся 15-ми. А нам играть с Арсеналом. Замечательно. Я уже боюсь, что нам ждать от этого матча. Честное слово. Уже просто не представляю, что еще наша команда может выкинуть. Идем на матч с Арсеналом. Состав вы видите на своих экранах у них. Лено, Калашинц, Мустафи Сократис, Белерин, Джака, Эл-Нани, Озил Пепе, Мэйтл Найлз и Марио Манджукич, которого они купили. Давид Луис, неизвестно, что делающий на скамейке запасных. Тирни, Торейра, Сашка Головин. И наш кошмар, который, если не дай бог, они выйдут в втором тайме, нам будет очень плохо. Это Пьер Америка Обумиян и Александр Лекожет. Вдвоем на скамейке запасных. Снежок идет, кстати, прикольно. У нас уже, естественно, тут Рождество через пару дней. Смотрите, если, не дай бог, не дай бог, мы сегодня каким-то образом разгромно проиграем Арсеналу, то в это зимнее трансферное окно я делаю такие трансферы на эти 500 миллионов, которые никому не снились. Это будут самые нереалистичные трансферы за всю историю футбола. Я вам обещаю. Давай, давай. Максим принимает удар на себя. 20 минут пролетели незаметно и особо без моментов. Это хорошо. С одной стороны, с другой стороны, плохо. Без моментов вообще и у нас, и у Арсенала. Мэйтлан Найлз. Ой, как развернул. Передача. Пепе. Нормально. Дубравка. Еще удар. Ну что ж не подстраховали-то, а? Там же защитники рядом с этим мячом были. Почему они не добежали до него? Почему дали добить-то Пепе? Ну и 0-1. Только-только я сказал, что у нас без происшествий. 20 минут прошли, как Николя Пепе выводит Арсенал вперед. Мэйтлан Найлз здесь, конечно, здорово. Развернулся вот туда. И здесь. И все. И дали Пепе пробить. Почему? Там Бенджамин Павар мог дотянуться до мяча, чисто теоретически. Но не дотянулся, и мы начинаем проигрывать. Опять. Точнее, не опять, а снова. Холмп пяткой. Здорово, Джей Линтон. Это Джака блокирует. На угловой. И Холмп. Ой, здорово, Холмп здесь бежит. Прием нормальный. Бежать, Эрлинг. Удар поворотом. Ну, Леной далеко здесь вышел. Но если бы умел бы я в Пэйси перебрасывать черпачком через киперов, было бы хорошо. О, Вальверде. Удар справа, рикошет. Да как мяч просто проскальзывает. Как-то виляет между нашими игроками. Причем так обидно. Прямо из-под носа он уползает. Сент-Максимин. Навес. Джей Линтон головой. Это в руке Лену. Это не серьезно. Ой, ну и что это? Белерин. Подача. Манджукич нормально вынесли. И что? Ну и что это? И что это? Спасибо, Дубравка. Ну такая тупость. Причем я не говорю про действия наших игроков. Я говорю уже про действия компьютера. Потому что какого черта его здесь не переключили на Вальверде, а? Майтлан Найлс. Пепем. Хорош, Дубравка. Лучший. Говорю, если бы не он, мы, честно, наверное, не 0-4, а 0-6 или 0-7 проиграли бы. И сейчас то же самое. Если бы не он, наверное, 0-1 счет явно был бы крупнее, чем 0-1. Действительно. Озил подает угловой. Опять на Гендузи. Гендузи не попадает. Ой, ну что за пасы, господи. У нас точность пасов. Отвратительная. Холланд. Какой Сократис. Господи, твоя воля. Какой Сократис. Ну, естественно, Етру Вильямс вот так за просто так пепе мяч отдаст. Конечно. По-другому же и никак. Ну, и здесь ножки Мэйтлану Нэлзу. Ну, конечно. Да. Спасибо. Подача. Спасибо, Манджукич. Хоть что-то полезное ты в этом матче сделал, а именно не попал в наши ворота. Да почему такие пасы-то, господи? Року, сколько у нас? Две минуты, одна уже прошла. Так что бежать надо со скоростью света. Но мы же пасы в ноги им даем. О какой скорости света речь идет? И, конечно, Манджук сейчас... Ну, да, ну, 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 здрасте. Ну, конечно. Да, 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 блин. Да. Доигрались. Пасы в ножки не своим выдаем. Вот и получите. 0-4 от Челси. 0-2 от Ливерпуля. 0-2 от Арсенала. Да, здравствуйте. Вот поэтому мы на 15-м месте идем. Спасибо, хоть на 15-м месте остались. Хоть какая-то радость. Мне просто интересно. Сейчас покажут нам... А, ну, у нас сейчас 6 моральный дух команды. Конечно, да. От этого все проблемы у нас. Естественно. Поэтому у нас такие проблемы. Короче, я пошел приходить в себя. Потому что иначе я после этого матча могу просто забросить к хренам эту карьеру. Или вот в зиме трансферное окно, которое через пару дней открывается. Просто накупить реально. Бапе, Роналду, Неймаров, Месси, Модричи, Кроссов и тому подобное. Вот такого накупить и все. И разносить всех. Но это будет просто, я понимаю, что не реалистично и неинтересно. Хотя 500 миллионов, как казалось, тоже не особо интересно. В общем, ладно. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик. С вами был в этот раз бомбящий Мигу Фифа. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok